МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционно на телеканале Бессарабия ТВ время итогов чрезвычайных и криминальных событий с 16 по 27 мая. Контрабанда, наркотики, пожары. Пограничники и полицейские спасатели всегда в курсе событий и стоят на страже закона. Акерманец, стрелявший в одесских журналистов, сам пришел к правоохранителям. Стражи кордона Одессины поймали мужчину с деталями для вертолета. 16 мая в Затоке искали бомбу. На берегу Днестровского лимана пограничники отдела Каролина Бугас поймали браконьеров. В разбойном нападении на автозаправку в Одессе участвовал Акерманец. Об этом не только. Смотрите далее. На востоке страны погиб еще один боец Одесской механизированной бригады. Командир отделения взвода разведки 3-го батальона 28-й Одесской мехбригады Игорь Коваленко пал смертью храбрых при исполнении боевого задания в зоне проведения антитеррористической операции. Ему было 26 лет. У разведчика остался 4-летний сын и мать, которая перенесла 2 инфаркта. Об этом сообщает корреспондент интернет-издание «Думская» со ссылкой на волонтеров. Стражи кордона Одессины поймали мужчину с деталями для вертолета. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. 52-летний Украинец ехал на машине из Молдавии. В пункте пропуска Кучурган в ходе осмотра автомобиля и личных вещей правоохранители обнаружили техдокументацию к военно-транспортному самолету Ил-76, инструкции по использованию его систем и другие документы, которые можно использовать для подготовки членов экипажа. Также они нашли довольно много элементов для радиосистем этого самолета и вертолета Ка-52 «Аллигатор». Мужчину задержали. При себе он имел лицензии пилота и бортинженера, а также паспорт непризнанной ПМР. В Белгород-Нистровском районе нашли погибшего мужчину. В субботу, 14 мая, стражам закона потребовалась помощь спасателей. Необходимо было обследовать колодец, в котором, возможно, находился пропавший человек. На место вызова направили сотрудников пожарно-спасательного отделения. Во время осмотра колодца глубиной в 25 метров они обнаружили тело мужчины без признаков жизни. При помощи веревок его достали и передали для проведения судебно-медицинской экспертизы. Погибшим считается пропавший два месяца назад 37-летний житель села Долиновка. Об этом рассказали в пресс-центре Государственные службы по чрезвычайным ситуациям. Измаильские стражи Кордона поймали трех браконьеров. Пограничный наряд отдела Вилкова в Белгородском канале реки Дунай задержали нарушителей природоохранного законодательства. Их обнаружили, когда они загружали улов в свой грузовой микроавтобус. Как выяснилось, под видом ученых браконьеры выловили 226 единиц черноморского калкана общим весом 430 килограммов. Также они поймали 22 морских лисицы более чем на 30 кило и 2 катрана весом 10 килограммов. В ходе проверки установили, что из трех человек только один являлся сотрудником научно-исследовательской фирмы. Да и документы на право занятия таким видом ловли у них были не в полном объеме. Убийство правозащитника в Одессе инсценировали сотрудники спецслужб. Напомним, 15 мая появились данные о смерти юриста. Но, как оказалось, распространение информации было частью спецоперации, проведенной сотрудниками Центрального аппарата нацполиции. Об этом сообщает Униан со ссылкой на РБК Украина. Инсценировка убийства одесского адвоката и фабрикация места происшествия были осуществлены с целью проведения необходимых мероприятий по задержанию всех причастных к подготовке преступления. Согласно информации, предоставленные правоохранительными органами, сотрудники СБУ поймали киллера с оружием в руках во время передвижения на автомобиле с крымскими номерами. Также задержали посредника. Имя заказчика убийства появится в ближайшее время. 16 мая в Затоке искали бомбу. Около 23.00 в дежурную часть Белгороднестровского отдела полиции поступило анонимное телефонное сообщение о том, что заминировано помещение Затоковского поселкового совета. На место происшествия прибыли правоохранители и специалисты взрывотехники, которые проверили здание и прилегающую территорию. Эвакуировали 10 человек. Взрывоопасных веществ не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции Одесской области. В Одессе взяли под стражу подозреваемого в разбоях и мошенничестве. Имущество одной из пострадавших мужчина завладел в подъезде дома. По словам женщины, она стояла на улице, когда подозреваемый подошел к ней и попросил помочь спустить с лестницы детскую коляску. Женщина пошла с незнакомцем. Между вторым и третьим этажами злоумышленник достал нож и, угрожая, заставил пострадавшую снять золотые серьги. А также забрал сумку, в которой находился кошелек с деньгами, два мобильных телефона, банковские карты и документы. Уже на следующий день данное лицо завладело имуществом другой девушки, на Добровольского, аналогичным способом. В ходе досудебного расследования была установлена причастность данного лица к мошенничеству в отношении граждан. И на этот раз жертвой преступника стала женщина. Через интернет он познакомился с жительницей района, которая хотела продать свой дорогой мобильный телефон. Злоумышленник встретился с ней в одном из баров города. Нашел на ОВХ, мы имели телефон, чтобы купить. Пригласил человека в заведение, представил, что якобы я там работаю. Разложил левые документы, все, взял телефон, сказал, что сейчас идут за деньгами и вышел через задний ход. Через сутки сотрудники Суворовского отдела полиции задержали злоумышленника, а досудебное следствие продолжается. За совершенное преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении нацполиции Одесской области. Очередную базу контрабанды и группу ее перевозчиков разоблачили пограничники Котовского отряда. Недавно они обнаружили признаки нарушения государственной границы Украины и начали комплекс оперативно-развестных мероприятий. 16 мая совместная межведомственная группа правоохранителей ликвидировала место, где хранился контрафактный товар. В городе Ананев они остановили микроавтобус ИВК, которым управлял 47-летний гражданин нашего государства. При осмотре было найдено пластиковые емкости с прозрачной жидкостью и картонные коробки, предварительно со спиртом и табачными изделиями. Далее в поселке Ананев-2 правоохранители провели обыск одного из домов, принадлежащий 43-летнему украинцу. В результате члены межведомственной группы обнаружили две пластиковые бочки емкостью 200 литров с коричневой жидкостью и характерным запахом спирта, а также три канистры по 30 литров со спиртом и оборудование для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. Также в квартире нашли 25 ящиков сигарет Прилуко и Саблэйви и Ротманс. Кроме этого, недалеко от этой усадьбы остановили легковой автомобиль Ниссан, который следовал от состава. Руководил автомобилем 26-летний житель этого села. Там находилось 14 канистр по 30 литров со спиртом и ящики с сигаретами Астра без акциза. Предварительная сумма изъятого товара и транспортного средства составили 338 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. В Одессе подросток попал под трамвай. Ребенка госпитализировали. Передают корреспонденты интернет-издание «Думская» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. ЧП произошло на улице Черноморского казачества. 15-летний мальчик выбежал из-за дерева и перебегал через рельсы. Водитель трамвая его не заметил и не успел вовремя остановить вагон. Подросток попал по трамвае. К счастью, там высокие рельсы. Он поместился между редуктором и шпалами, что его и спасло. Когда его госпитализировали, он был в сознании. Предварительно врачи диагностировали перелом конечности. Ребенка доставили в детскую областную больницу в хирургическое отделение. Во время задержания киллеров, хотевших убить одесского адвоката, освободили с заложника. Как сообщает пресс-служба Главного управления нацполиции в Одесской области, правоохранители зафиксировали преступную деятельность банды. Удалось выяснить, что в течение нескольких месяцев ее члены готовились к совершению заказного убийства юриста, который является представителем в Украине иностранного бизнес-инвестора. Кроме того, полицейские выяснили, что преступники похитили и удерживали жителей Одессы с целью завладения его квартиры. Как оказалось, подобным бизнесом члены банды занимались на протяжении нескольких лет. Они подыскивали одиноких лиц, которые злоупотребляли спиртными напитками, похищали и лишали их свободы, а затем заставляли их переоформлять свое недвижимое имущество, в том числе и земельные участки. На берегу Днестровского лимана пограничники отдела «Каролина Бугас» поймали браконьеров. Утром 18 мая стражи «Кордона» заметили двух неизвестных на лодке типа «Прогресс-4». В ходе проверки выяснилось, что их выход на воду был организован с нарушениями, без уведомления администрации причала и ближайшего пограничного подразделения. Лодки обнаружили сети длиной 1 км и более 100 кг рыб различных видов. Предварительная сумма нанесенного ущерба государству составила более 30 тысяч гривен. Примечательно, что один из мужчин является представителем рыбинспекции, сообщили в Госпогранслужбе. Мошенники обманывали Одессита, предлагая отдохнуть в Затоке. Как сообщили в Главном управлении Насполиции Одесской области, мужчина и двое женщин призывали пенсионеров и пожилых людей принять участие в мероприятии по получению скидок на товары в сетях аптек и супермаркетов города. Используя конверты, перевязанная лентой с надписью «Акция», злоумышленники предлагали розыгрыш мгновенной лотереи с выигрышем в 100 долларов США или туристическую путевку в один из санаторий курорта Затока, тем самым выманивая деньги у граждан. Правонарушителей задержали, они находятся в отделении полиции. На озере Когул поймали очередного браконьера. Утром 18 мая его на горячем задержали работники пограничного наряда отдела Рени. Мужчина в резиновом рыбацком костюме как раз вытаскивал сетку с рыбой из воды и начал грузить ее в свой ваз, который стоял неподалеку. Пограничники попросили его открыть багажное отделение для осмотра. Он отказался и попытался подъехать к водоему, выбросить орудие лова и рыбу в воду. По результатам осмотра у нарушителя обнаружили почти 100 рыб различных пород и 30-метровую сетку. Его привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в Ренинском отделении полиции. Житель Измельского района ранил свою сожительницу. Как сообщили полицейские, в тот день 50-летний житель села Муравлевка был пьян. Он не хотел, чтобы его жена шла к подруге. Но женщина, несмотря на его просьбы остаться дома, пошла по своим делам. Хозяин схватил нож и пошел следом. Находясь во дворе своей односельчанки, он стал ссориться с сожительницей. Затем выхватил нож и нанес женщине один удар в область брюшной полости, повредил при этом внутренние органы. Женщине вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас ее здоровье ничего не угрожает. А вот мужчину ждет наказание. За данное уголовное деяние, законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Досудебное следствие продолжается. Черноморской поймали разбойницу. Так закончилась для нее попытка ограбить ювелирный магазин. Как рассказали в главном управлении нацполиции Одесской области, она прикрыла лицо черным платком перед тем, как зайти в магазин. Там достала револьвер и направила его в сторону охранника. Мужчина не растерялся. Он попытался обезоружить и задержать преступницу. Разбойница не захотела просто так сдаваться, и в помещении прозвучали три выстрела. К счастью, она ни в кого не попала. Женщину доставили в Черноморское отделение полиции. Сейчас ей уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 187-й разбой Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. О Кермане, стрелявший в одесских журналистов, сам пришел к правоохранителям. Напомним, инцидент, о котором идет речь, произошел у редакции 7-го канала. Как сообщают корреспонденты интернет-издания «Думская» со ссылкой на одесских полицейских, 25-летний житель Белгороднестровского, который во время конфликта с журналистами открыл огонь из травматического помпового ружья, сдался властям. Оперативники вышли на Аккерманца и уговорили его на явку с повиной. Молодому человеку грозит уголовная ответственность по статье «Хулиганство». Пограничники вместе с работниками таможни задержали автомобиль с контрафактным спиртом. Стражекордона Белгороднестровского отряда и работники фискальной службы остановили для проверки неподалеку от Кучурган автомобиль «Рено», которым управлял наш соотечественник. В ходе осмотра машины они нашли 210 литров спирта. Предварительная стоимость груза заставляет порядка 10 тысяч гривен. Следствие продолжается. Ночью 23 мая в Затоке горели сразу две базы отдыха. Сообщение о том, что на улице Лазурная, 15, на базах отдыха «Геолог» и «Топаз» вспыхнуло пламя, поступило около трех часов ночи. На место происшествия направили несколько подразделений спасателей, среди которых были и местные пожарные команды «Шаба» и «Каролина Бугас». Около половины пятого утра огонь удалось локализировать, а в 4.50 полностью ликвидировать. Пострадало здание столовая. Девять деревянных домов на площади около 900 квадратных метров уничтожены. Предварительная причина возгорания – поджог. В Одессе произошел взрыв. Есть пострадавший. В 10 минут 9 утра в полицию сообщили о том, что из окон первого этажа жилого дома по улице Александра Невского идет дым. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, спасатели и взрывотехники. Предварительно установили, что в квартире произошел взрыв, после чего вспыхнул огонь. Одного из жителей 33-летнего одессита доставили в больницу с многочисленными ожогами. Об этом рассказали в Главном управлении нацполиции в Одесской области. Семь человек пострадали при лобовом столкновении машин в Арцизе. Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 21 мая около 11 часов вечера на улице Ленина на 77-м километре автодороги Красноармейская-Болград произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось при помощи специнструментов доставать одного из водителей из искореженной машины. Всего в результате ДТП пострадали 7 человек. С травмами различной степени тяжести их доставили в центральную районную больницу. Национальный природный парк Тузловские лиманы снова в центре скандала. Руководитель парка Иван Русев на своей странице в Facebook сообщил о том, что 21 мая злоумышленники напали на руководство парка. Далее цитирую. Пьяные и отмороженные беспредельщики угрожали вилами, избивали и унижали сотрудников парка и издевались над женщинами, выполняющими свои профессиональные обязанности. Вырвали и сбросили карточки смартфонов, а также мой телефон в Лиман. Спустя полчаса подтянулись их сподвижники. Снова пошли угрозы. Полиция приехала спустя два часа. Еще один житель Одесской области погиб на востоке страны. 21 мая в зоне проведения антитеррористической операции погиб Калашник Александр Викторович. Он родился в 1987 году и проживал в селе Скасаровка Николаевского района. Его мобилизировали 1 апреля 2014 года. 17 августа прошлого года мужчина добровольно остался проводить службу пулеметчиком 14-й бригаде 3-го батальона под городом Счастье Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации. Вечером 23 мая в Одессе произошел взрыв. Есть погибшие. Сообщение о том, что в одном из домов на улице Пасмитного произошла трагедия, поступило в полицию в 17.45. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, взрывотехническая служба, многочисленные подразделения, ГСЧС и кареты скорой помощи. Взрывной волной были повреждены оконные рамы и балконы нескольких квартир. Существовала угроза распространения огня, а на лестнице наблюдалось сильное задымление. Спасатели провели срочную эвакуацию людей с верхних этажей. В ходе тушения пожара в пострадавшей квартире обнаружили человека без признаков жизни. Личность погибшего установили. Им оказался 67-летний мужчина. Травмы различной степени получили 4 человека, в том числе 6-летний ребенок. В ходе разбора завалов спасатели нашли погибшую 90-летнюю женщину, хозяйку квартиры, где произошел предполагаемый взрыв. По предварительным выводам экспертов, причиной чрезвычайного происшествия был отключен от газовой плиты шланг. 23 мая в Измаиле нашли мертвым 12-летнего мальчика. Около 17 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у недостроенного пятиэтажного дома, расположенного с общеобразовательной школы номер 10, был обнаружен труп подростка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, никаких конфликтов в школе и дома у погибшего не было. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщают корреспонденты новостного портала Измаила со ссылкой на пресс-службу полиции. Чиновника облгосадминистрации поймали на горячем. Работники прокуратуры Приморского района города Одессы совместно с полицейскими по подозрению в коррупционных действиях задержали исполняющего обязанности начальника отдела одного из департаментов Одесской АГА. Выяснилось, что он предлагал 5000 гривен начальнику другого управления облгосадминистрации за содействие проведения Ассоциации спортивного танца Украины чемпионата в Одессе. Досудебное расследование продолжается. Житель Измаилетского района стрелял в односельчанина. О том, что 23-летнего мужчину из села Новая Некрасовка госпитализировали с огнестрельным ранением правого предплечья, полицейским сообщили медики. Правоохранители выехали на место преступления. Выяснилось, что между двумя односельчанами, которые отдыхали в баре и распивали алкогольные напитки, произошел конфликт. Один из мужчин схватил травматический пистолет и выстрелил в другого, при этом попал ему в предплечье. Орудие преступления, которое принадлежит злоумышленнику и зарегистрировано в установленном законном порядке, изъяли и направили на экспертизу. Потерпевший находится на лечении, по окончанию которого примут решение в отношении степени вины злоумышленника, сообщили в пресс-центре Главного управления нацполиции Одесской области. Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность крупного конвентационного центра в Одессе. Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили деньги за пределы Украины и осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот этого нелегального бизнеса составлял около 30 миллионов гривен. Убытки, причиненные госбюджету, оцениваются более чем в 100 миллионов гривен. Правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 миллион 326 тысяч гривен наличных, а затем еще 4 члена группировки. Во время проведения обыска в офисных помещениях конвертационного центра, в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, силовики изъяли печати фиктивных предприятий, документы. Более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных денег. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки наложили аресты. Следствие продолжается, сообщили в пресс-центре СБУ. Пограничники поймали мошенников. Стражи картона Белгороднестровского и Измаильского погранотрядов задержали пункт о пропусках в Маяке и Ренит двух граждан Республики Молдова. В ходе проведения пограничного контроля на иностранцев сработала база международной организации Интерпол. Они находились в розыске правоохранителями Молдовы и Румынии за финансовое мошенничество, коррупцию и участие в организованной преступной группе. В разбойном нападении на автозаправку в Одессе участвовал Акерманец. Установлено, что накануне ограбления четверо приятелей выпивали на работе одного из них. И во время застолья их посетила идея ограбить заправку. В течение двух дней они за ней наблюдали, изучали график работы и количество сотрудников. Вооружившись пистолетом, они на такси приехали на место преступления. Двое вошли в помещение АЗС, а еще двое остались снаружи, чтобы предупредить в случае появления опасности. После нападения злоумышленники взяли в заложники кассира АЗС, посадили его в его же собственный автомобиль и уехали. По ходу движения автомобиля трое злоумышленников вышли. Четвертые вместе с потерпевшим направились к выезду из города. На объездной дороге у стационарного поста управления превентивной деятельности потерпевший выпрыгнул из автомобиля и обратился к сотрудникам полиции. Благодаря профессионализму и оперативности полицейских автомобиль был задержан. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты вещественные доказательства. Бутылки из подводки и пачки сигарет с автозаправочной станции. В течение нескольких часов инспекторы уголовной полиции разыскали и задержали второго преступника, у которого изъяли пневматический пистолет и часть похищенных денег. В настоящее время лица всех четырех грабителей установлены. Двое из них, 27-летний житель города Белгород-Днестровский, 33-летний Одессит, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан и помещены в изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения двух других участников ограбления. Вот такими были чрезвычайные криминальные события последних двух недель. С вами была Татьяна Карпенко. Увидимся на телеканале Бессарабия ТВ. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok